МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Главное успеть. Сотрудники ФСБ по Дагестану задержали сторонника ИГИЛ, который готовил в республике теракт. Все включено. Первый в Дагестане апарт-отель. В скором времени откроет свои двери для гостей и жителей Дагестана. Мечта стала реальностью. В Махачкале открылся первый на Северном Кавказе центр по изучению Корана для незрячих. Сотрудники ФСБ по Дагестану задержали сторонника ИГИЛ, который готовил теракт на территории республики. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Затержанный 2000 года рождения гражданин России. Боевика взяли в лесном массиве на территории Тарумовского района при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности. Установлено, что мужчина планировал теракт против сотрудников силовых ведомств и властей республики. 41 квартиру выдадут в этом году детям-сиротам. Возможность предоставления жилья обсудили сегодня в администрации Махачкалы. В список очередников вошли 782 человека. Основная часть из них – это жители горных районов республики, которые попали в очередь по решению суда, и только 10% – жители столицы. Первый зам мэра города Абдулмумин Ибрагимов отметил наличие такой проблемы в формировании списков как непоследовательность. Дело в том, что многим из этих списков жилье выдается по решению суда, то есть во внеочередном порядке. А значит, многим, кто находится в начале списка, приходится получать жилье далеко не первыми. Вопрос о том, можем ли мы каким-то образом осрочить исполнение решения судов в отношении одних сирот, чтобы предоставить жилье другим сиротам, по которым нет решения судов, то норма вы такой, которую вот эту ситуацию разъяснять не найдете, потому что на такие случаи закон, скажем так, не предусмотрен. Но исходя из элементарной логики, понятно, что ни один суд и ни одна служба судебных приставов не примут наши доводы о том, что давайте-ка у нас срочное исполнение им по таким-то обстоятельствам, потому что есть другие, по отношению которых решение судов не вынесено. Абдулмамин Ибрагимов подчеркнул, что предоставление квартир детям-сиротам – одна из главных обязанностей государства. По его мнению, администрация города должна приложить все усилия для того, чтобы вся процедура аукциона была честной и правильной. Из 41 квартиры, которые будут выданы детям-сиротам в этом году, 30 выдадут по решению суда, остальные 11 по порядку регистрации. Главный принцип, которому мы должны придерживаться, это, наверное, очередность регистрации. Кто раньше зарегистрировался на очередь. Вот этот момент, пожалуйста, когда вы будете согласовывать правовое управление, чтобы эту экспертизу провели, чтобы члены комиссии знали, что уже 31, 32 и 41 – это те люди, которые попали в этот список строго по времени их регистрации. Первый в Дагестане апарт-отель в скором будущем начнет свою работу. «Атлантис Марина» создан по принципу курортного городка. На его территории будет располагаться все необходимое для полноценного отдыха. Сейчас на берегу Каспийского моря активно ведется масштабная стройка. Все для того, чтобы в следующем летом открыть двери апарт-отеля для всех посетителей и владельцев апартаментов. Кстати, им может стать уже сегодня любой желающий. Подробнее в сюжете Карины Баталовой. В скором будущем на этих трех гектарах земли недалеко от Махачкалы будет располагаться уникальный для республики проект. Апарт-отель представляет собой что-то нечто среднее между гостиничным номером и удобной домашней квартирой. Вложив один раз деньги в покупку жилья на территории комплекса, больше не придется думать о расходах из-за проживания в курортной зоне. И даже больше приобретенные апартаменты можно будет сдавать в аренду и получать хорошую прибыль. Именно так будет выглядеть однокомнатный апартамент в апарт-отеле «Атлантис Марин» и в аналогичном апарт-отеле «Каспи Марин». То есть здесь будет присутствовать кухонная зона, соответственно здесь будет присутствовать санузел, здесь гостиная, это студийный вариант и соответственно выход на террасу. Подобный широкий балкон с панорамным остеклением предусмотрен во всех апартаментах. Отдельная релаксона позволит разместить здесь чайный столик или шезлонг и любоваться видом на море. Благо оно совсем недалеко. У отеля свой оборудованный песчаный пляж шириной 150 метров. И это еще не все. В центре комплекса будет располагаться открытый бассейн в 720 квадратных метров и два крытых бассейна – женский и мужской. Плюс ресторан, кинотеатр, фитнес-зал и конференц-зал. Вот он, он здесь находится именно на Атланте-Смарин. Здесь же предполагается целый туристический кластер. Есть инвесторы, которые готовы инвестировать достаточно большое количество денег в это все. Предполагаются деловые центры, аквапарки, мечети. Здесь же по всей береговой линии порядка одного километра предполагается асфальтированная дорога. Территория отеля закрытая. Постороннему человеку попасть сюда не удастся. Благодаря системе контроля доступа, видеонаблюдению и круглосуточной работе службы безопасности, здесь всегда будет сорить атмосфера надежности. Наконец, не придется переживать за сохранность жилья в период своего отсутствия. Тем более, что в апарт-отеле будет работать собственный консьерж-сервис, который отвечает за уборку в номерах, доставку еды и даже за сдачу апартамента в аренду по поручению собственника. Именно здесь, на этом объекте практически ни на один день строительные работы не прекращались. На сегодняшний день есть график строительства. Где-то конец 20-е, начало 21-го года. Все пока идет по плану. Я думаю, здесь существенных задержек не предполагается. Сейчас стоимость однокомнатных апартаментов в Атлантис-Марина составляет 1 миллион 260 тысяч рублей. После открытия апарт-отеля эта сумма увеличится в разы. Ведь это отличная возможность вложить деньги, отдыхать и при этом зарабатывать. Это около 27% дохода в год от стоимости. Карина Баталова, Муса Салгиреев, Новости ННТ, Махачкала. Масштабные антитеррористические учения «Лагуна» прошли в акватории Каспийского моря. По легенде, группа террористов захватила морскую ледостойкую стационарную платформу, которая занимается добычей углеводорода в Каспийском море. На борьбу с противниками были мобилизованы силы пограничных управлений Дагестана, Калмыкии, Астраханской области, а также представители управления ФСБ, МЧС, МВД, ФСО и Росгвардии республики. Силы операции составили более 650 человек личного состава силовых структур и ведомств. Использовано 6 пограничных сторожевых кораблей, 3 вертолета, 32 единицы специальной и автомобильной техники. А в Дербенте идут работы по благоустройству старой части города. Реконструкция «Магалов» проводится в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 50 миллионов рублей. На данный момент ремонтируют 8-й и 9-й «Магалы». На прошлой неделе на объектах проводились монолитные работы по возведению подпорной стены. Они уже завершены, разбирается опалубка. Впереди укладка коммуникаций и тротуарного камня. В ближайшее время, в ближайшие дни буквально мы переходим для прокладывания коммуникаций. То есть сначала будут прокладываться водоотведения, сети водоотведения, канализации. Затем будут прокладываться на 8-м, речь идет о 8-м и 9-м «Магалах». Значит будут прокладываться сети водоснабжения. Ну и потом в последнюю очередь будут прокладываться сети электроснабжения. То есть полностью все это будет, все коммуникации будут проложены под землей. Ни одного провода, то есть будет работать программа «Чистое небо», ни одного провода здесь не должно быть. В Махачкале открылся первый на Северном Кавказе центр по изучению Корана для незрячих. Обучение проходят как взрослые, так и дети. Но помимо религиозного образования ученики получают и светское. О том, как для многих ребят мечта стала реальностью, в сюжете Хамзы Нурмагамедова. Рамазану 11 лет. Читать Корану начал с 7-летнего возраста. Мальчик вспоминает, все проходило поэтапно. Сначала буквы, слова, затем и целые предложения. Было желание и стремление. И самое главное – терпение нужно. Без терпения здесь точно не обойтись. Педагоги работают с детьми постоянно. Учат ощущать пространство, развивают осязание, слух и ловкость пальцев. Это все, по словам директора центра, помогает усвоению учебного материала. А книги здесь особенные. Листы с выпуклыми точками – так называемый метод Брайля, по которым ребята и начинают изучать азы священного Корана. В центре сейчас обучается 10 учеников. Дошкольная и школьная группа. Здесь кормят 4 раза в день. Есть место для гигиены, отдыха и проживания. Помимо образовательного блока, ребят учат гладить одежду, готовить еду и делать уборку. Несмотря на то, что у этих людей нет зрения, но они такие же люди, такие же члены общества, как и все остальные. Им жить и развиваться все равно в обществе зрячих. И вот мы, наша задача, должны развивать их так, чтобы им было комфортно в обществе зрячих. Учредителем проекта является Муфти Дагестана. На торжественном открытии он поздравил всех с долгожданным событием. Год назад шейх Ахмад Афанди открыл аналогичный центр, только для людей с нарушениями слуха и речи. Его задача – сделать так, чтобы в республике никто не был обделён в приобретении религиозных знаний. Нам было стыдно перед вами, потому что мы другие медрессии открыли, а незрячие не открыли. Поэтому до сих пор с оттышанными головами мы ходили и стеснялись вас. В ближайшее время, в течение года, мы постараемся, смотря на желающих, количество желающих, открывать, чтобы желающие и места, чтобы соответствовали. Незрячие люди не могли сдержать слёзы радости. Они благодарили Муфти за поддержку и за возможность наряду со всеми получать ценные навыки. Большое вам спасибо. Мы очень ждали этого момента. Мы очень ждали этого момента и просили у Всевышнего, чтобы такое медрессе на нас открыли. Это реально великое счастье, когда ты прикасаешься к Корану и ты знаешь, что ты чувствуешь каждую букву, ты знаешь, что это речь Всевышнего. Когда был месяц Рамадан, к нам туда приезжал на работу ваш Муфти Ахмад Хаджи. И когда он выступил перед нами, тогда я понял, понял наконец-то, что всё-таки в Дагестане с мёртвой точкой сдвинется этот проект. Центр расположен на улице Лаптиева. Его сотрудники готовы принимать всех желающих, независимо от возраста и степени нарушения зрения. Хамзан Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Играть в футбол внутри шара. Накануне в ДГТУ прошёл первый матч по бамперболу. Это новый вид спорта для дагестанцев. Участники находятся в специальных надувных сферах. В таком виде они должны забить мяч в ворота соперника. Организаторы подчеркнули, что и в дальнейшем будут проводить различные мероприятия, которые способствуют не только развитию культуры, но и дарят участникам положительные эмоции и яркие впечатления. На этом у меня всё. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин